Ты хочешь принять, да христиан и его благодать. Он обыдал тебя кровью своей, Посмотри ты на свет его очей. И уже и там числа твоя душа, Что не видишь всех страданий Христа. Ты ушел в этот мир иногда, А забыл, как страдал знать тебя. О, вокруг отрядись и навсегда, Ты узнаешь от любовь его всегда. Он обыдал тебя кровью своей, Посмотри ты на свет его очей. И уже и там числа твоя душа, Что не видишь всех страданий Христа. Человек, твоя гордость сильна, Никогда с ней не встретишь ты Христа. Обратись ты с ногой всей душой, И тогда он услышит зов Твой. Он обыдал тебя кровью своей, Посмотри ты на свет его очей. И уже и там числа твоя душа, Что не видишь всех страданий Христа. Посмотри ты на рады Христа, Ты умеешь, как душа твоя чиста. Удали от себя свою гордость сильна, И тогда он услышит тебя. Он обыдал тебя кровью своей, Посмотри ты на свет его очей. И уже и там числа твоя душа, Что не видишь всех страданий Христа. Упреди в этот день ко Христу, И уфринишься любви в полноту, Его зов приглашает тебя. О, преди в этот день ко Христу, Уфринишься любви в полноту, Он обыдал тебя кровью своей, Посмотри ты на свет его очей. И уже и там числа твоя душа, Что не видишь всех страданий Христа. В тихий вечер склоняю Я колени в тиши И тебя призываю О, властитель души Ты приди в мою душу Тебя свет свой пролей Я твой голос услышу Твое слово и лень Ты приди в мою душу Тебя свет свой пролей Я твой голос услышу Твое слово и лень Все заботы земные Отошли далеко И в минуты ночные Мне бывает легко Знаю я, ты ответишь На вопросы души Приходи в тихий вечер О, Иисус, приходи Знаю я, ты ответишь На вопросы души Приходи в тихий вечер О, Иисус, приходи Светом правды Светом правды Всегда ты Нашу жизнь озарит Как и Маус когда-то Рядом с нами иди Разъясняй слово жизни Чтоб горели сердца По дороге к отчизне С нами будь до конца Разъясняй слово жизни Чтоб горели сердца По дороге к отчизне С нами будь до конца В тихий вечер склоняю Я колени в тиши И тебя призываю О, властитель души Ты приди в мою душу Тебя свет свой пролей Я твой голос услышу Еще перед одной нашей молитвой Я хочу прочитать Из Слова Божьего И также хочу Прочитать именно С этого 102-го псалма Который сегодня Был уже упомянут И действительно Если бы человек Не знал Бога Всецело Глубоко То он бы не написал Этих слов Потому что только при Таком постоянном При тесном Общении Отношении Можно узнать Кого-то И то же самое Сделал Давид Что он Знал Бога Потому что он Общался с Ним Во многих псалмах Давид выражает Такую мысль Что я от юности моей Обращался к тебе И вы знаете Хочется чтобы Сейчас мы помолились О том чтобы Наши дети Они так же знали Бога от юности Своей Смотришь на Нынешнее поколение И где-то В сердце своем Ужасаешься В их душе Наверное кроме Компьютера Такого великого Идола Больше нет ничего Знаете Все свободное Время Все свободное Желание То есть все мысли Они все равно Однако у них Сведутся именно К нему К компьютерам И думаешь Это Великая и большая Опасность Вы знаете О чем мы Разговоры Это только Телефоны Машины Компьютеры Чтобы не что Знаете Я иногда Со взрослыми людьми Мы разговариваем Об искусстве Мы обсуждаем Картины Я так иногда Помолчу И думаю Интересно А дети наши Будут вообще Об этом говорить Или нет Знаете Я действительно Задумываюсь Об этом И не знаешь Порой думаешь Господи И наша вина И дай нам Господи Мудрости Воспитать наших детей Так чтобы они Действительно Знали Тебя Живого Бога Давид В 102 Псалме Оставил нам Такие слова Я хочу Прочитать их С 8 стиха Щедр и милостив Господь Долго терпелив И много милостив Не до конца Гневается И не вовек Негодует Не по беззакониям Нашим сотворил нам И не по грехам Нашим воздал нам Ибо как высоко Небо над землей Так велика милость Господня К боящимся его Как далеко Восток от запада Так удалил от нас Беззакония наши Как отец Милует сынов Так милует Господь Боящихся его Ибо он знает Что состав наш Ибо он знает Состав нас Наш Помнит Что мы Перст Прочитав такие слова Вот действительно Вижу Как Давид Охарактеризовал Бога Вижу Что он действительно Понимает Понимал Бога прекрасно И понимал Вот он не боялся Говорить о Боге Что он простит Что он сделает То-то, то-то и то-то Потому что он знал Что это так Я думаю Что вы Если иногда Рассуждать Вы иногда Не сможете Сказать за Бога Что сделает В той или иной Ситуации Господь Простит Не простит Сделает ли он Так или не сделает А вот я смотрю Давид Он иногда Говорит такие слова Вот читаем в салмах И думаешь Ведь Господь Давид Ты же не видел Вот Господа Не общался с Ним Лицом к лицу Да Но он так Произносит все Как будто Действительно Это общение было Как будто Это все жило в нем И вот он Охарактеризовывает Бога И вы знаете Я уже давно Читая эти слова И больше всего Нравится Как отец Милует сынов Так и Милует Господь Боящихся его Порой думаешь Вот Отец Как вот ты Отноешься К своим детям И понимаешь Ведь действительно Можно было бы Там Сильно Строго наказать Проявить где-то Милость Иногда Себя останавливаешь Потому что Ты понимаешь Что и ты Перст Ты может быть Когда-то в детстве Был таким же Так же рос И Просто проявляешь Милость Просто проявляешь Доброту Милосердие Долготерпение К детям своим И Бог делает Это То же самое По отношению И к детям нашим И к нам Взрослым Потому что Все мы верующие Во имя его Все мы являемся Детьми его И вы знаете Может быть Взрослые не совершают Детских ошибок Но у них свои ошибки За которые Так же Господь Милует Прощает Извините Долго терпит нас Для того Чтобы спасти Наши души И вот Когда читаешь Что Бог Он настолько Долготерпелив Не просто терпелив А долготерпелив И думаешь Господи Дай родителям Столько терпения Чтобы они действительно Могли его Так же проявлять К своим детям Потому что Как порой Его не хватает Когда Где-то Знаете Как говорится Не по бодрству Потом думаешь Господи Вот я вспоминаю Всегда эти слова И думаю Господи Вот ну не хватает И дай мне Господи силу Быть действительно Терпеливым Самое Знаете Такое вот печальное Читаешь слова Экклезиаста И вот такие Хочу слова Прочитать Экклезиаста Восьмая глава С одиннадцатого стиха Не скоро Не скоро Совершается Суд Над худыми Делами И от этого Не страшится Сердце Сынов Человеческих Делать Зло Когда читаешь Вот иногда Из памяти Как-то они Забываются Эти слова Но когда Вот опять Повторяешь Когда читаешь Вот это слово И думаешь Господи Ведь это Да и аминь Что вот Лишь только По той причине Что не скоро Совершается Суд Над худыми Делами Мы порой Даже бывает Сами Что-то сделаем Хорошо Если мы покаемся Это замечательно Но если нет Такого Вы знаете То Мы и живем Так И это норма Это становится Нормой Когда может быть Человек Начинает грешить И когда он Понимает Что ничего Не происходит Какой Бог Какое наказание О чем вы говорите Но вот здесь Вот явно читаешь Что Бог Действительно Он не скоро Потому что Бог долго терпелив И Бог всегда Дает время На покаяние И вот Наши дети Они Вот в семье Видишь Как дети растут И как вот К ним Прилипляется зло И пытаешься Их наставлять Учить Им говоришь Это Не одну сотню раз Что Так и так Ты не должен Так делать Ты не должен Врать Обманывать Брать чужое Или еще что-то Вы знаете То есть Можно Обижать кого-то Поступать По отношению К ближнему своему Плохо Ты не должен Этого Но почему-то В их поведении Это живет Это существует Ты уже не знаешь Порой Как научить Как вот Привить ребенку Любовь и доброту И вы знаете Когда читаешь Вот это слово Что не скоро Не скоро Помните Тот случай Когда Который был Уже Во времена Апостолов Когда Анания Сапфира Они решили Утаить Да То есть Сказать неправду И что с ними Произошло Я думаю Что если бы Если бы Вот Произошло бы В какой-то церкви Ну вот Повторение Такого же случая Вы знаете То написано Там было Что вся церковь Имели Великий страх И Слышавшие Это Они также Имели Великий страх То есть Не то что Те которые Видели А те кто Слышали об этом Они также Имели Великий страх От этого Случая И вы знаете Вот действительно Такие случаи Они вот Отрезвляют Отрезвляют Разум человека Отрезвляют Вообще Понимание человека Что вообще Может произойти За какую-то Как тебе кажется Мелочь Мелочь Подумаешь Ты Ну там Что-то придумал Или Прибавил Или там Выдумал Или сказал Прямо в глаза Так Ну сходу Неправду Подумаешь Ну Для детей Это как будто Вообще Ничто Ничто Кажется Что Я иногда Ловил детей На такой неправде И я вот Не понимал Как ты Врешь Мне Глядя В глаза Как ты поступаешь Так Зачем Ради чего Я понимаю Если бы за этим Что-то стояло Когда же ничего Не стоит Зачем ты это делаешь Не понимаю Ну вы знаете Для них Вот это Это ничто Сказать неправду Сходу Это И думаешь Господи А ведь Вот за такие Вот грехи Люди страдали Люди умирали Явно платились Жизнь своей И думаешь Господи Как научить их Что делать И вы знаете Вот действительно Вот этот 102 псалом Он учит Как бы Учит родителей Как относиться К детям Но И думаешь Дай Господи сил И вот хочется Чтобы Знаете Вот здесь подметил В этом псалме Что Давид говорит О том Что боящихся Его Он не один раз Здесь говорит Что к боящимся Его И вот Человек боящийся То есть имеющий Страх Господень Имеющий страх Господень И вот действительно Я порой переживаю Думаю Господи Ну дай мне самому Вот действительно Проявлять в жизни Свои страх Господень И детей этому учить Вот когда мы читаем Вот очень много В притчах Написано Именно об этом О страхе Господнем И когда мы читаем Что Ведь в других местах Абсолютно нигде нету Вот этого описания Что есть страх Господень Одну минуточку Моя закладочка Куда-то Делась И когда мы читаем Вот действительно Соломон Он явно давал Такую явную характеристику Того Что является Ну страх Господень Ведь это не просто Страх такой вот Перед Богом Да вот Или страх перед тем Что сделает Бог Нет Это совершенно другое Страх Господень Это то состояние человека Или то отношение человека К каким-то вещам Поступкам Делам Скорее всего делам И вот читая Мне больше всего нравится Что Вот в притче Восьмая глава Тринадцатый стих Там есть такое вот Как бы выражение Страх Господень Это вот состояние Когда человек ненавидит зло Страх Господень Ненавидит зло То есть Когда ты Действительно Понимаешь Что есть зло Ведь человек Ведь он мгновенно понимает Что зло Что добро Мгновенно Его как бы Совесть Она четко дает Ему это понятие Четко разграничивает И человек Очень часто Не сомневается Но человек Очень часто Не слушает совести Делает то Что ему выгодно А не то Что ему говорит совесть И вот Ненавидеть зло Вот научиться Слушать совесть свою Научиться понимать И поступать так Вот этому Бог хочет научить Всех нас Не только маленьких Но и взрослых Тех кто уверовал Допустим Не с детства А именно уже Придя в возрасте Уверовав в Господа И вот Действительно Ненавидеть зло Страх Господень Еще Соломон Описывает Это источник жизни То есть Это не то Чтобы что-то То что тебя гнетет И то что тебя Ущемляет А это именно Источник жизни То что тебе дает Право на жизнь То что тебя Вдохновляет На жизнь Вот это Источник жизни Страх Господень И он говорит о том Что Этот источник жизни Он удаляет себя От сетей смерти Потому что На самом деле Человек Когда Если мы будем Мы читаем Слово Божие Понимаем Что человек Сеющий зло Делающий зло Он Истребится И Господь Истребит имя его Из поднебесной И человек Делающий добро Он не только Увидит Благословение Божие Написано Что он будет Долголетен На земле Человек Делающий добро И вот Мы ведь порой Часто забываем Об этом Но ведь Это обетование Божие Что долголетен Я вот иногда Знаете Думаю Интересно А почему люди Даже порой Неверующие Живут больше Ста лет И вот Если смотришь Их жизнь Ведь они Не то что Написано Всякий Боящийся Любящий правду И боящийся Господа Да Приятен ему То есть Я не думаю Что злой Проживет Очень долго Я так не думаю И когда мы читаем Слово Божие Вот именно Бог говорит о том Что вот это Удаление от зла Оно Так же может Дать тебе Долголетие То чему Бог Учится Учит нас И то Что хочет Научить Господь Через нас Детей наших И очень много Можно читать О том что Страх Господень Он научает Мудрости Мы знаем Что вот Все говорят Да вот Когда все Слышат Что страх Господень И все отвечают Начало мудрости А в чем Начало мудрости Вы что Имея страх Господень Мудрее стали Или что Или Как-то вас Постигла частица Той мудрости Соломоновой Которая была Я думаю Что мудрее вы От этого не стали О том что вы Произнесли слова Страх Господень Начало мудрости Друзья Мудрость Как раз и проявляется В страхе Господнем Когда человек Сделает Быстрый выбор Между злом И добром И когда он Выберет Сторону добра Вот здесь Вот как раз И есть Страх Господень Ты проявил Страх Господень Ты проявил Мудрость И когда человек Вот постоянно Вот в таком Знаете Быстром темпе Темпе этой жизни Современной Когда он делает Вот эти шаги И делает шаги В сторону добра В сторону Заповедей Господней В сторону Бога Вот это и есть Как раз Мудрость Вот это и есть Как раз Проявление Потому что Бог говорит о том что познание его, страх Господний, это познание Бога, познание святости и истины. И Бог дает знание, понимание тем, которые имеют страх Господний. Ведь не от того, что ты знаешь Слово Божие, ты еще мудр, а от того, что ты исполняешь Слово Божие. Вот только тогда, начиная исполнять его, ты действительно научишься мудрости. Можно знать Слово Божие, но быть ненавидящим. Можно знать Слово Божие, но быть клеветником, можно быть убийцей, можно быть грешником, зная Слово Божие. Разве не так? То есть не учащийся в школе, не приходящий в школу является учеником, а тот, кто учится, тот, кто действительно сидит и черпает знания, вот это ученик, а не тот, кто ходит туда, отметится в журнале, что я был. Эта учеба тебе ничто не даст последствий. То же самое и у нас, не тот, кто читает Слово Божие, а тот, кто исполняет Божье. Божье Слово написано, Он блажен будет. И хочется помолиться о всех нас, чтобы мы, взрослые, сами учились страху Господнему и могли с мудростью правильно передать, показать на себе, передать это детям нашим. Чтобы они это видели и подчеркнули это в своей жизни. Потому что они наследники, мы уйдем с этой жизни, они останутся. И чтобы вот действительно они, так же Слово Божие было видно в их жизни. Чтобы Слово Божие было не только в их разуме, но в их поведении, в их жизни, в их делах и поступках. Давайте помолимся. Аминь. 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 Пусть когда-то рядом с нами иди, Разъясняй слова жизни, чтоб горели сердца. По дороге к отчизне с нами будь до конца. Разъясняй слова жизни, чтоб горели сердца. По дороге к отчизне с нами будь до конца. В тихий вечер склоняю, я колени в тиши, И тебя призываю, о властитель души. Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово и лень. Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу. Да светится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе, Хлеб наш насущен, Подавай нам на каждый день. И прости нам, дороги наши, Как и мы прощаем, блажникам нашим. И не впити нас в его искушение, Но избавь нас от лукавого. Ибо Твое, Исцарство, и сила, и слава Во веки. Аминь. Споем гимн номер 1023 «Слава Богу за все даяния» номер 1023. Слава Богу за все даяния, Слава Богу за все страдания, Слава Богу за все даяния, Слава Богу за все даяния, Слава Богу за все даяния. Слава Богу за все даяния, Слава Богу за все даяния, Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу за все ему слава, Он имеет на это право. Пусть страдания терпела их бренная плоть, В каждом бьера горела живая. Так зачем же машины и большие дома, Если мы ослабели духовно, Если сил нет нас и пусты закромай. Служим Богу мы только духовно. Так зачем же тогда говорить каждый раз, что мы очень счастливые люди? Как же Духу Святому не тесно средь нас, если ближнему мы словно судьи? Если мы не способны любить и прощать, не умеем утешить скорбящих, если помощи руку не можем подать, мы подобные меди звенящей. Мы беспомощны нагии и очень слабы, просто нищие мы христиане, потому что отдались бесчестью в рабы, не духовные мы, а земляне. Должен кто-то за истину Божию встать и, отвергнув удобства плотские, к освящению церковь теперь призывать, чтобы дни возвратились былые, чтобы Духа Святого, священный огонь освящал нам дорогу земную, чтобы радость спасения вернулась к нам вновь, и чтоб пред не идти нам вслепую. Время наше решает, кто в небо войдет, став достойным небесного царства. И не стоит смотреть, кто неправдой живет, оказавшийся в лапах лукавства. Скоро скорбь ожидает планету Земля, претерпевший навеки спасется. Приготовьтесь встречать своего жениха, скоро он за невестой вернется. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Хвала за ночь, хвала за день, за жизнь и за спасение, за все Твои дары. Хвала, хвала за все благословения. Вот ночь прошла, и день настал, Господь, хвала Тебе. Ты мирный, тихий, сон послан, Господь, хвала Тебе. Хвала за мною, хвала за день, за жизнь и за спасение, за все Твои дары. Хвала, хвала за все благословения, сегодня, Боже, помани, с тобою святожи. Хвала, хвала, хвала за все благословения, любви Тебе. Что ждет тебя, не знаю, но верю при мечте, когда кучу жизнь свою про вечной красоты. Хвала за мною, хвала за день, за жизнь и за спасение, за все Твои дары. Хвала, хвала за все благословения. Давайте все вместе скажем «Слава Господу», потому что Он достоин славы. Мы сегодня находимся на этом месте, и это Его милость. Если бы не Он, то многих из нас сейчас бы здесь не было. Потому что вообще не было бы на земле. Слава Богу. Я хотел бы прочитать исход 19 главу, 3 стих. Моисеев зашел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря так. «Скажи к дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым». Читая это место, я, читая это место, задал сам себе вопрос. Почему Бог говорит Моисею, а не напрямую к народу? И читая дальше, я понял, что раньше, чтобы общаться с Богом, нужен был посредник. Без посредника общение с Богом было невозможно. Сейчас у нас есть великая милость, что мы можем преклонить колени и говорить с Богом. Раньше этого не было. И можно себе представить, как должен был быть чист этот посредник. Потому что если бы у него был хоть малейший грех, Бог бы его истребил. И народ бы остался без Божьего Слова. Когда посредник общался с Богом лицом к лицу, то это было... Он переживал великое благословение. Сейчас, когда Дух Святой слегка касается нашего сердца, нам уже хочется плакать, хочется славить Господа. Не хочется грешить. И если бы мы имели такое же общение с Богом, как имел Моисей или другие пророки, то это было бы очень хорошо. Также и мы должны быть чисты, как этот посредник. Чтобы у Господа было дерзновение использовать нас. И чтобы мы были всегда готовы прийти при лицо Божье. Также, если мы будем иметь общение с Господом, то Бог будет проявлять в нашей жизни всякие чудеса и благословения. Мы должны стремиться к тому, чтобы всегда находиться с Ним в общении. Чтобы всегда быть с Господом рядом. Потому что если у нас нет этого общения, то мы ничего не сможем сделать. Да поможет нам Господь, чтобы мы всегда стремились быть в общении с Господом. И чтобы Господь мог нас использовать. Аминь. Споем общим пением Псалом номер 1045. Ты мне близок, словно берег морю. Номер 1045. Ты мне близок, словно берег морю. Ты мне дорог, словно детям, мать. Ты пришел, чтоб свадьим сделать море. Ты пришел, чтоб милостью обнять. Ты пришел, чтоб свадьим сделать море. Ты пришел, чтоб милостью обнять. Без тебя, без тебя, без тебя я только что лишу. Ты святая в жизни не отрада. Будь твоим, Господь, тебя прошу. Ты святая в жизни не отрада. Будь твоим, Господь, тебя прошу. Там, где я посвечусь со землею. Чтобы вдруг ее принять в меня. Там впервые встречусь я с тобою. И глаза мои для тебя. Там впервые встречусь я с тобою. И глаза мои для тебя. А пока с надеждою живою я живу, пока с твой счастью. Песня. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Богом. Он был сброшен оттуда с неба. Он понес, можно сказать так, наказание и он лишился той славы, которую он имел. Это место Священного Писания, оно записано пророка Езекииль, 28 глава. Я хочу прочитать это место Священного Писания и немножко обратить наше внимание на это. 28 глава, 12 стих и ниже. Сын человеческий, «Плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд. И золото, все искусно усаженное в тебе в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями, отдам тебя на позор. Знаете, здесь, конечно, мы понимаем, что речь идет не о человеке, не о царе каком-то, который жил на земле, но мы видим, что здесь упоминается вот этот херувим, который был, и мы видим, что никто из людей не имел вот того, о чем здесь написано, той славы, той красоты, той полноты, мудрости. Никто из людей не мог осенять, наделять силой другими словами, говорится, как вот здесь написано. Но мы видим, что здесь говорится о том ангеле, которого некогда создал Господь Бог. В день сотворения твоего Бог как Создатель создал вот этого ангела. И все было хорошо до определенного момента, пока не нашлось беззакония в нем. Знаете, здесь вот описывается причина, что произошло. Вы знаете, все то, что было вот у него прекрасного, наверное, по какой-то причине он все это увидел, понял, насколько он великолепен, насколько он прекрасен, насколько, знаете, он сотворен как венец, вообще венец творения ангельского мира. И мы видим, что внутри его нашлось беззаконие. От обширности всего его величия возгордилось сердце его, и он согрешил. Вы знаете, вот этот ангел, он также был творением. Сегодня мы с вами, люди, мы также являемся творением Божиим. И знаете, сегодня, наверное, только вот на земле, только у людей есть такая возможность возгордиться самими собою. Никакое творение, которое есть сегодня на земле, знаете, из растительного мира, из животного мира, оно не может почувствовать и пережить вот этого чувства гордости за самого себя, за свою красоту, за свою силу, за свое величие. Ведь много разных животных есть, которым можно приписать вот эти качества. Но у них, вот внутри их разума, их такой животной души нет такого, чтобы они могли возгордиться самими собою. Они не видят себя так, как видит себя человек. Потому что сегодня на земле венцом творения является человек. Бог создал человека. И человек имеет столько много божественных качеств в самом себе, что, вы знаете, если человек вот обращает на это внимание и приписывает эти качества себе, приходит гордость. Приходит гордость, и человек начинает гордиться самим собой. Мы видим, что вот этот херувим, он возгордился самим собою. Он забыл Создателя своего, Творца своего, от которого вот что у него имеется, кто ему это все дал. И вместо того, чтобы понимать и осознавать величие Бога, Создателя своего, он это приписал себе. Он возгордился, что он такой единственный. И мы видим, что это было грехом пред Богом. И он потерял свое величие, он потерял все то, что он имел. И сегодня мы знаем его состояние. Оно полностью как зеркальное отражение. Он совершенно стал, все эти качества, они превратились в другие качества, которые даже трудно, знаете, когда их говоришь, содрогается сердце, когда вот этот ангел, он получил другие совершенно качества. Мы видим, что сегодня он стоит против человека. И вот это место Священного Писания, которое я прочитал к римлянам, апостол Павел говорит о том, чтобы мы думали о себе скромно, по мере веры. Знаете, сегодня только в том случае, когда человек помнит Создателя своего, помнит Бога своего, того, кто его сотворил, того, кто ему все даровал, необходимое для жизни в этом мире, человек может думать о себе скромно и понимать, что это не мое, это не мои заслуги, это не мое. Но когда человек сегодня забывает о Боге, знаете, как один ученый сказал такие слова интересные, он сказал, мне трудно представить часы без часовщика. Трудно представить часы без часовщика. Но сегодня, если вот мы приехали на многих автомобилях, мы посмотрим на автомобиль, кажется, нам трудно представить автомобиль без того, кто его когда-то создал где-то на заводе. Мы не можем сказать, что он возник сам собою, но если мы зададим вопрос, а что сложнее, человек или автомобиль? Что сложнее по своему устройству? И мы понимаем, что, конечно, человек это очень сложное создание. И ничто в этом мире не сравнится с человеком по своей сложности, по своему духовному внутреннему миру. Знаете, недавно я прочитал интересный такой момент. На земле вообще среди всего животного мира только человек может начертить прямую линию. Больше ни одно животное, как вы его не учите, оно никогда не начертит прямую линию. Кажется, вот такая мелочь, но когда мы, знаете, посмотрим на человека, и мы увидим много того, что ничто в этом мире не может делать так, как делает этот человек. Если мы выйдем немножко из нарвы, выйдем в поле весной, когда поют птицы, когда пахнут цветы, когда шумит лес, когда тепло, выйдем в поле, и мы встретимся с миром, который создал Бог. Там тишина, там покой, там, знаете, такого миротворения, там чувствуешь себя прекрасно. Но когда мы возвращаемся в город, мы выезжаем на ровную дорогу, нам встречаются автомобили, мы приезжаем, в городе много огней, большие здания, много разной техники, мы видим, что здесь уже очень много того, что Бог не создавал, а есть другой создатель. Этот создатель, это мы с вами, это человек. И человек по своей природе, он тоже творец. И мы видим, сколько человек сотворил. Много разного сотворил человек в этом мире. Но и наряду с прекрасным, с тем, что радует наш глаз, сколько много горя и беды происходит по причине и по вине человека. Когда-то, знаете, у Новохудоноса встретил в жизни свои много трудностей, познал Бога Небесного, воздал Ему славу, а его сын Валтасар, когда насмеялся над Храмом Божьим, над сосудами Храма, и когда приговор Ему был произнесен, за то, что ты не воздал Богу славу, не прославил того, в руках которого жизнь твоя и все пути твои, вот вышла эта рука и написала приговор. За то, что человек не смирился, не жил скромно, не понимал, что над ним есть Творец и есть Бог, пришла беда на этого человека. И знаете, когда мы сегодня с вами, как верующие люди, мы, как по слову, которую апостол Павел оставил, думаем о себе скромно, понимаем, что над нами есть наш Господь, в руках которого наша жизнь, все пути наши, дыхание наше, это в Его руках, в Его святых руках. Когда мы это понимаем и так думаем о себе, вы знаете, нет места, места гордости, нет места тем чувствам, которые бы огорчали Бога и которые бы удаляли Божье благословение от нас. но мы, люди, склонны, знаете, думать о себе. Потому что, если что-то проявляется у нас такого, которое немножко отличает нас от других людей, знаете, дьявол, он видит и он имеет такую возможность посылать мысли, как-то похвалить человека через мысли, может быть, через уста другого человека. И человек, видя самого себя в таком свете, немножко как бы измененном, не им самим, но он видит себя, что я вот это могу, у меня это получается. И потихонечку приходит гордость в сердце человека. Но мы знаем, что Бог, он гордым противится. Когда Христос пришел на эту землю, мы читаем о нем и видим, что он, наоборот, он уничижил самого себя. Кажется, ну оставался бы на том положении, которое Бог тебе дал. Не говорил ни плохого, ни худого о себе. Но мы видим, что Христос, когда пришел на землю, он не говорил всем, что я Сын Божий, что я знаю, и не хвалился тем, что он знает Бога. Если люди спрашивали, он отвечал, но он уничижил самого себя и дал нам пример, пример смирения, кротости. И вы знаете, это очень важно для нас. Для того, чтобы мы имели радость в Боге, мы должны правильно думать о себе. И апостол Павел, он говорит, думайте о себе скромно. Скромно. И мы видим, что этот человек, ну один из тех людей, который бы мог действительно думать о себе, держать себя на какой-то высоте. У него есть было, чем похвалиться перед другими людьми. Он был грамотным, образованным человеком. Он был сильным человеком. Но в то же самое время мы видим, что ему дана была Божья благодать, Божья милость, и он эту милость очень хорошо осознавал и думал о себе очень скромно. И свои, знаете, когда уже сильно люди приступали к нему, был момент, он сказал, по неразумию, и я похвалюсь. Но он назвал это неразумием. Хвалиться о себе, о своих заслугах, о своем каком-то опыте с Богом. И он по неразумию своему рассказывал о том, как был восхищен на небо. Но вот видите, он сказал, по неразумию. Может быть, так нужно было. Но вот здесь он обращается и говорит, думайте о себе скромно, по мере веры, которую Бог каждому уделил. Знаете, как важно, особенно я вспоминаю себя, когда я был подростком, как часто в таком возрасте ты думаешь о себе, действительно думаешь о себе больше, чем ты значишь и чем ты можешь. Может быть, ты так воображаешь в себе, тебе кажется, что ты такой значимый, что на тебя должны все обращать внимание, с тобой должны считаться. Может быть, и так в какой-то мере. Но как ценно в этом возрасте так же думать о себе скромно. Когда ты в молодежи, когда в таком возрасте тоже кажется, знаете, пожилые люди, они уже начинают с опытом жизни и трудностей перенесенных. Мы видим это все и можем сказать, да, эти люди думают о себе уже совершенно не так, как думают молодежи или подростки. Они что-то увидели, что-то узнали. Но если услышав Слово Божье в подростковом, молодежном возрасте, услышав это Слово и приняв его в свое сердце, поступить по этому Слову, я думаю, что Божье благословение, оно будет иметь место в жизни человека. Думайте о себе скромно. Да благословит нас Господь. Аминь. Споем гимн номер 921. Как источник улань, так душа моя жаждет. Номер 921. Как источник улань, так душа моя жаждет, И Hunger, ИнститутING Godhead, все лететь и лететь. Ишь, тебе, О, мой длинный, Среди дня, среди ночи, Поднимаю я очи, Пусть звезда не крестит. Ищи ты, о мой дырный, Среди дня, среди ночи, Поднимаю я очи, Пусть звезда не крестит. Ищи тобой укрепляюсь, Среди дня, среди словами, Только ты утешенье, И слабенье от слез. Ищи ты, о мой дырный, Среди дня, среди ночи, Поднимаю я очи, Пусть звезда не крестит. Ищи ты, о мой дырный, Ты, о мой дырный, Ищи ты, о мой дырный, Ищи ты, о мой дырный, Ищи ты, о мой дырный, Среди дня, среди ночи, Ищи ты, о мой дырный, 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 Среди дня, среди ночи, Поднимаю я ночи После замки кресты Малым членом в нашем теле почитается язык Но ведь он на самом деле очень страшен и велик Если свыше Духом Божьим наш язык не освящен Вот тогда беспечно много в мире зла приносит он Как ножом он сердце режет и кольнет сильнее иглы А пилить уж если встанет не найдешь такой пилы И в домах, и в тесных хатах разных сел и городах И в домах людей богатых он клевещет день и ночь Ищет каждую минуту лишь бы только завести Вражду, ссору или смуту вместо света сеять тьму Через него большое горе на земле пролито слез Сколько скорби, сколько горя в этом мире он принес Сколько жизни им разбито молодых и лучших сил И на кладбищах зарыто прежде временных могил Так всегда он пребывает, сам гиеной воспален Весь круг жизни воспыляет и сквернит лишь только он Но когда через возрождение наш язык был освящен И тогда благословение в этом мире служит он Через него исходят речи, как небесная роса С Божьей помощью он лечит сокрушенные сердца Нет уж места там злоречий, клеветей и лжи и злу Весь исполнен он любовью и поет хвалу Христу Аминь Слава Богу Каждый день за каждое мгновение Хочу тебя, Господь, благодарить За солнце луч, за ветра дурновенья За то, что учишь в мире в дни любви Ты принял за меня позор и молки И жизнь отдал, чтоб я мог вечно жить И ночь прошла, и больше нет разлуки И я могу тебе, Господь, служить И искать ни почести, ни славы Быть самым меньшим из твоих детей Благодарю, Господь, за это право Тебя воскресеет среди земных сторон Ты принял за меня позор и молки И жизнь отдал, чтоб я мог вечно жить И ночь прошла, и больше нет разлуки И я могу тебе, Господь, служить И ночь прошла, и больше нет разлуки И я могу тебе, Господь, служить И ночь прошла, и больше нет разлуки И я могу тебе, Господь, служить Небольшое напоминание, друзья Значит, завтра молитвенного служения общего не будет Сюда придут те люди, которые в курсе дела Кто должен прийти Потом, друзья, в среду у нас разбор слова В четверг у нас будет членское служение В пятницу хлебопреломление В субботу хлебопреломление Если даст Бог жизнь Мы все будем живы и здоровы Итак, друзья, мы прочитаем Слово Божие Его сегодня уже читали братья Оно читалось сегодня утром на третьей проповеди Его читал брат-гость Значит, это Галатам 6 глава 8 стих И были прочитаны такие слова Сеющий в плот свою от плоти пожнет тление А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную Помните, да, друзья, были сегодня такие слова прочитаны Итак, давайте мы немножко, друзья, с вами порассуждаем Это были чудесные слова сегодня напомненные А мне очень коснулись Поэтому мне хочется продолжить эту мысль В этом направлении Сеющий в плоти и сеющий в дух Конечно, друзья, сеющий в плоти Это вполне довольно для всех нас это понятно Тут много объяснять не надо Мы немножко коснемся Больше всего мне хочется коснуться, друзья, сеющий в дух Потому что, вы знаете, конец этого стиха 8-го Галатам 6 глава 8 стих Она очень хорошая и чудесное окончание А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную Ну, друзья, а кто сеет в плоть, он пожнет, конечно, в тлении Поэтому помоги нам, Господь, сегодня уразуметь Уразуметь и правильно быть этими сеятелями Чтобы нам в правильное направление сеять И чтобы нам потом, если даст Бог жизнь Она, конечно, время-то настанет Чтобы нам и плоды хорошие пожинать Поэтому, друзья, люди, которые родились физически Физическое рождение Оно, конечно, друзья, мы, как уже духовные люди Уже взрослые, мы понимаем, что это рождение физическое Оно временное, друзья И вот эта жизнь физическая, она несовершенная жизнь То есть, эта наша жизнь, она имеет конкретное определенное время Конкретный определенный промежуток Где человек проживает И физическое рождение, друзья, оно несовершенное То есть, конечно, как сам человек, он совершен Потому что то, что человек не творит, а натворил на этой земле Это говорит о его совершенстве Что многим и жить тяжело становится И кому-то больно Но, друзья, как творение, да, оно совершенное Но мы сейчас о совершенстве совершенно о другом говорим О другом говорим И поэтому, друзья, физическое наше рождение Как мы уже слышали, друзья, оно временное И оно несовершенное Но есть другая возможность Есть другая возможность Иметь вот эту жизнь уже не просто временную А жизнь уже можно иметь вечную И вот эту жизнь можно иметь, друзья, совершенную жизнь И это, естественно, цель человека, верующего человека, естественно, иметь вот эту вечную жизнь и совершенную жизнь. Но, друзья, есть такая возможность для каждого из нас. Помоги нам, Господь, об этом сегодня задуматься. Но, друзья, это состоится только при одном условии. Если человек, он будет рожден свыше, рожден от Слова Божьего и от Духа Святого, от рождения свыше, такой человек, друзья, он приобретает эту вечную и совершенную жизнь. И вот эта вечная и совершенная жизнь, она наполнена, друзья, вы знаете, такими прелестями от Господа. Она такая насыщенная, это злачные пажити, где христианин в жизни своей, он проходит. Он бывает в таких местах, как, если говорит физически, иногда льются слезы. Но, вы знаете, среди этой пустыни Господь помогает находить эту воду. И вот именно в этой пустыне, в этих скорбях, в этих трудностях, человек познает Господа. Потому что, войдя в эту пустыню, друзья, а мы, каждый из нас, обязательно, мы и сейчас находимся в этой пустыне. Но, конечный путь, когда человек, он выходит из этой пустыни. И конец такого пути, друзья, он благословенный. Это жизнь вечная. Но, осеющий, осеющий в плоть свою, конечно, друзья, я не допускаю такой мысли, что такой человек, он способен выйти из этой пустыни. Он обязательно останется там, и он обязательно умрет там своей плотью. И, конечно, друзья, сегодня утром мы слышали, для такого человека, сеющего и находящего в этой пустыне, он обязательно, друзья, не увидит ни Господа, ни Царства Небесного. И, как сегодня утром было сказано, двери небесные для такого человека, они будут закрытые. Поэтому, друзья, вот эти вот люди, которые сеют в тлении, их очень хорошо видно. Очень хорошо видно, друзья, тогда, когда, мне нравится одно выражение, когда нужно действительно быть настолько сильным верующим человеком, чтобы уверовать в человека, который называет себя христианином или верующим. И его такой вид, вы знаете, такой пышный, такой разукрашенный, такой нарядный вид, вы знаете, он цветной весь. И смотришь на него, и когда он называет, что он человек верующий, то действительно, это нужно иметь такую веру, чтобы уверовать, что он верующий человек. Поэтому, друзья, дай нам Бог силы, чтобы действительно вот это семя, которое сегодня мы сеем, никто за нас не сеет, а этими делами занимаемся мы, чтобы действительно нам не вплоть нашу сеять, а чтобы действительно нам сеять в наш дух, дух человеческий. Потому что конец, он очень хороший. И поэтому, друзья, сегодня мне хочется больше всего уделить наше внимание, что такое сеяние в дух, потому что говорят сеяние вплоть, друзья, как, конечно, оно и об этом нужно говорить. Но когда мы будем говорить о сеянии в наш дух, друзья, вы знаете, мы поймем, это просто будет полное противоречие. Противоречие. Сеяние в дух, это будет полное противоречие. Значит, если этого в жизни у человека нету, значит, человек, он сто процентов сеять в свою плоть и пожинать будет дела плоти. Девятый стих, друзья, он очень интересный. И там написано такие слова. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, и если не ослабеем. Десятый стих говорит о том, друзья, и доколе есть время, мы будем делать добро, но наипаче, своим по вере. Конечно, друзья, к этому можно отнести, как делать добро, можно отнести и физическое состояние, когда люди делают добро людям. Но мне сегодня больше всего хочется, друзья, не о физическом, вот этом добре говорит, а о духовном. У нас было некоторое время назад одна удивительная проповедь, друзья, которая называлась, что такое добродетель. Добродетель, друзья. И вы знаете, там говорилось совершенно о другом, не об этих добрых делах, хотя о них, друзья, можно очень много говорить, об этих физических добрых делах, когда человек помогает человеку. Это очень хорошо, друзья. Но мне хочется сегодня сказать, что вот это вот доброе дело, как с духовной стороны, потому что вот это сеяние в наш дух, он творит в нас, друзья, красивого внутреннего человека. И если человек сеет в плоть, вы знаете, этот человек, он наружно красивый человек, физически он наружно красивый человек, но внутренняя красота, она совершенно пустая. И вот эта вот физическая красота, она периодически, она есть у человека, но, как мы уже сказали, она временная, и она несовершенная, эта красота. Потому что человек, он пытается себя сделать красивым, но время берет свое, а вот уже внутренняя красота, что вы знаете, друзья, намного дороже и намного ближе, и намного, вы знаете, к тому, что сегодня сам Бог хочет видеть в каждом из нас эту внутреннюю красоту. И вот об этой внутренней красоте, друзья, мы и поговорим. Вот это о тех вещах, которые мы сеем в наш дух. И с этим багажом, с этим богатством, конечно, друзья, и наша духовная жизнь, она будет сопровождаться. И к таким людям Господь близок, и таких людей Он благословляет, и такие люди, они имеют на этой земле буквально все. Буквально все они имеют. Вот такие вот вещи, друзья, как, вы знаете, прощение, это хорошая вещь, хорошая вещь. И если говорить о непрощении, это уже сеяние в наш плоть, но мы сегодня говорим, и сейчас будем больше всего говорить, друзья, об этом духовном сеянии, когда человек, он сеет свой дух, прощение, прощение, это доброе дело, это доброе дело, которое делает человек, и это богатство, оно остается с ним. Потому что такого человека любит Господь. И молитва, отче наш, об этом вопросе, она очень много говорит. Поэтому, друзья, вот это вот сеяние, которое, помоги нам Господь, чтобы оно было в жизни нашей, чтобы мы были сильными людьми, прощать друг друга. Потому что и нам Господь простит долги наши. Сейчас буквально и сегодня утром говорилось, чтобы мы думали о себе по мере веры. И брат Геннадий сейчас говорил, напоминал это Слово Божие, чтобы мы думали о себе по мере веры. Это тоже, друзья, это тоже сеяние. Я помню, когда мне было 50 лет, исполнилось, это было уже давно. И, честно говоря, я представил, что я уже что-то имею. И здесь сидит брат, который говорит, сиди и учись. Я пришел домой, думаю, ничего не понял. 50 лет учился, уже завалило за 50, и опять учись, учись. Думаю, а когда же это все закончится? А когда же это все закончится? И вы знаете, ну так вот, говоря по-человечески, пришлось немножко свои колеса спускать. Они-то были накачанные, высокие колеса были. Пришлось колеса свои спускать. Надо опять смиряться и надо опять учиться. А когда ты о себе много думаешь, вы знаете, друзья, у тебя ничего не получается. А когда ты действительно немощен, а когда ты действительно скромен, вот тогда Господь берет тебя в свой удел и начинает с тобой работать. И ты становишься, Господу, этим благоугодным сосудом. А когда ты напыщенный, и когда у тебя уже есть какой-то опыт, и духовный, и физический, это хорошо, друзья, это помогает в жизни. Но такой человек, он в своих глазах, он очень высокий. Итак, друзья, прощение мы говорили, думать о себе, говорили, чтобы по мере веры думать, и не так, как должно о себе думать, высоко. Такой вот очень важный момент в нашей жизни, друзья, это тогда, когда человек, он любит человека буквально за ничто. Вот такое вот сеяние, друзья, в дух человеческий, когда мы любим людей не за какие-то вещи, а мы любим человека буквально за ничто, мы любим его. Мы очень много в последнее время, друзья, я удивляюсь, что Господь этим словом, он стучится в наши сердца. И сегодня же эти были слова сказаны, напомнены, по какой сегодня можно строке, или по какому сегодня параграфу, или по какому сегодня измерению можно смотреть, что Господь возлюбил тебя и меня любовью вечную. Скажите, по каким параметрам мы выделились из этих людей, что сегодня многие люди, они находятся далеко от Господа, а сегодня ты и я. Мы имеем это право и возможность быть в Доме Божьем, слава нашему Господу. И вы представляете, это определение Господа для нас. То есть Господь нас полюбил, за что? За что Он нас полюбил? Но любовь Божья, она излилась в сердца наши, Духом Святым. И сегодня человек духовный, Божий человек, он наполненный этой любовью. И он любит человека. Он любит людей ни за что. Он любит этих людей. И не смотрит, а что можно взять с этого человека. Да, действительно, с ним нужно иметь контакт поближе. Знаете почему? Да потому что с него можно что-то взять. Этот человек, человек, он выгодный. К нему выгодно подойти, выгодно иметь с ним общение, выгодно ему высказывать свою любовь. А в душе своей, вы знаете, полное отвращение. И вот здесь как раз бескорыстная эта любовь. Когда человек человека, он любит, он любит, несмотря ни за что. Если ты протянул руку помощи, протяни ему и дай ему, помоги ему. И не требуй ничего обратно. Это бескорыстная любовь. Это Божья любовь. Это то, что человек сеет в Дух. Это те параметры, параметры Господа. И вы знаете, вот это вот есть союз. Да, действительно, во мне есть эта любовь. Дальше, друзья, самое такое тяжелое в жизни у человека. Мы недавно слышали такие короткие фразы, вот буквально на этой неделе, что вся жизнь человека, она состоит из помышлений наших. Вся наша жизнь, она состоит из тех планов, которые мы строим. Мы помышляем, мы просыпаемся, мы начинаем думать. Мы ложимся спать, мы начинаем думать. И самое тяжелое, друзья, вы знаете, когда человек даже спать ложится, и спать нужно, а у него все еще продолжает работать голова. На следующий день, на позаследующий день. Вот эти вот мысли, вот эти помышления человеческие. И был задан такой вопрос. Это была, не была такая длинная проповедь на эту тему. Это просто было такое напоминание на этой неделе. И стоял вопрос, о чем мы помышляем. И поэтому, друзья, сеянье, вот как раз в дух человеческий, это тогда, когда человек, он способен пленить, то есть брать в плен свои мысли, свои помышления. Потому что помышления плотские, они также несут за собой вот эту последовательность, друзья. И помышления духовные, они также несут какой-то конечный результат. И вот как раз блажен тот человек, блажен тот человек, который делает это доброе дело в своей жизни. Он берет в плен свои мысли. И не допускает этим мыслям, чтобы эта мысль, она попадала в разум человеческий. А с разума человеческого, эта мысль, она попадает в сердце человеческое. А дальше, друзья, катастрофа. Катастрофа, потому что там уже в сердце человеческом, когда попадает мысль туда, она начинает уже произрастать. А потом еще самое ужасное, вот эти наши помышления, наши мысли, они берут человека в свой удел, и человек попадает в зависимость, и все. И он уже просто неуправляемый человек. Он неуправляемый человек. И вот, друзья, мы говорим об этом. Блажен тот человек, который может, может пленить свои мысли, свои похоти, свои различные желания. Сегодня плоть она, почему она требует? Да потому что она временная, о чем мы сначала и говорили. Да потому что у нее короткий промежуток времени, и все. И она знает, что ее удел здесь только на этой земле. Царство Небесного, она там, для нее двери закрыты. И поэтому все, что нужно взять, она сегодня требует. Требует через мысли, требует через разум. И вы знаете, друзья, через наши мысли повинуются наши руки, повинуются наши глаза. Ведь вначале мысль, она приходит куда? В нашу голову приходит. И дальше, друзья, идут уже действия. Но вы знаете, когда человек, он пленяет, берет в плен различные мысли, и глаза они делают правильное. Они смотрят в правильном направлении. Это уже последствия. Руки, они делают хорошее дело. Да потому что руки, они послушны нашей голове, друзья. Ноги наши, они послушны. Да все тело наше, оно послушно. Если мы берем правильно в плен, делая это доброе дело. Поэтому, друзья, блажен тот человек, который хранит свои уста. Мы сейчас слушали удивительное стихотворение об этом языке. Это такой маленький орган, но Слово Божье говорит, он столько много делает. Он столько много делает. И поэтому, друзья, вот это сеяние в наш дух, когда действительно мы можем хранить свои уста. Когда человек, он берет в удел свой язык, и именно это направление, этого органа, он только идет в правильном русле, чтобы воспевать Господу, чтобы говорить о Господе, чтобы говорить правильные мысли, чтобы говорить правильные слова. А сколько вреда делает язык? Сколько делает вреда язык? Это все, друзья, сеяние в нашу плоть. Поэтому помоги нам, Господь. Следующее доброе дело, которое сеется в наш дух, друзья, вы знаете, это радость. Это радость, она радость в Господе. Слово Божье, оно призывает нас, радуйтесь. Радуйтесь, и еще раз говорю, чтобы радость наша, она была совершенна. И вот как раз, друзья, почему были сказаны вначале эти слова, вот это сеяние в дух, оно только может быть тогда, когда человек, он рожден, рожден свыше. Потому что вот эта вся радость, друзья, она и заключается, радость она в духе святом. Потому что в этом есть сила. И вот как раз эта сила, она и помогает нашему духу при воссоединении, когда дух человеческий соединяется с духом Божиим. А мы сегодня слышали эти слова, а дух святой, он делает свою работу, он обличает человека во грехе, он напоминает нам, останавливает нас. И вы знаете, духовный человек, в чем выражается духовность, и сила, и благословение, того человека, когда действительно, он говорит, согрешил я пред Господом. Мы сегодня слышали эти слова, когда пришел пророк Божий к царю Давиду, и когда он рассказал эту притчу, и он, вы знаете, в таком негодовании смерть этому человеку. Да, действительно, это негодный человек, но этим негодным человеком, ты как раз являешься, он склоняет голову, он падает перед Господом, и говорит такие слова, согрешил я перед Господом. То есть, друзья, мы видим состояние человека, сеяние, когда человек сознает, сознает свой плохой поступок перед Богом. Он не оправдывается перед Богом, он не говорит ему, Господь, ну ты же видел. Мы иногда, часто в жизни нашей, друзья, человек, он способен, он оправдываться, оправдываться и говорит, да если бы он не пришел, и если бы он не шел или не ехал, да если бы все было бы, да я бы, да я бы, да я бы, да я бы. И человеку хочется оправдаться, намного тяжелее склонить голову и сказать, Господь, я виноват, я виноват, Господь, прости меня, прости меня. Это смирение перед Господом, и человека, который смиряется, сознает, Господь такого человека поднимает. Помоги нам, конечно, друзья, в этом Господь. Следующее, друзья, доброе дело, которое мы сеем, сеем это сострадание, это красивое внутреннее состояние человека. Мы видим, друзья, что Иисус Христос, Он был полон этого сострадания. Он понимал людей, Он не смотрел на то, что как физический человек Он уставал. И ежедневное истечение народа, и плюс еще, когда наступала ночь, когда действительно физический человек, Он устает, люди, они расходились по домам. И мы много читаем, что Иисус Христос, Он уединялся или куда-то уходил и молился Отцу Небесному. Я сам лично задавал такой вопрос, Господи, а когда Ты спал? Христос, а когда Ты отдыхал, Господи, у Тебя была такая полная, насыщенная жизнь? И вот мы видим, друзья, благодаря этому, благодаря этой любви, которой Он был исполнен, благодаря этому состраданию, Он помогает людям. Почему сегодня Христос, Он является нашим ходатаем? Почему Он сегодня ходатайствует перед Отцом за нас, друзья? Потому что, вы знаете, я представляю эту картину, когда мы молимся и высказываем Господу свои проблемы, свои трудности. Я представляю эту картину, когда Он говорит, Господи, Отец, я был на этой земле, где вот этот молящийся человек молится. Я знаю, как это тяжело, потому что Он был мужем, скорбей, изведавшим все болезни, друзья. Он был искушен во всем, Он знает, что это такое. Поэтому Он представляет эту картину, и Он ходатайствует перед Отцом Небесным. Дух Святой ходатайствует здесь, в нас, перед Господом. На небе Христос за нас ходатайствует, и поэтому, имея это сострадание, насколько легко, друзья, вы знаете, насколько легко, когда человек падает в какую-то проблему, когда человек падает в какое-то искушение, насколько только легко, вот просто взять и вердикт какой-то сделать, подчеркнуть и сказать, а что можно было и ожидать от того, что ты сделал. Насколько легко сегодня, вы знаете, осудить человека, насколько легко сегодня посмотреть на него, махнуть рукой, отвернуться и внутри себя сказать, да так тебе и надо. А ты лучшего даже и не заработал. Я всегда представляю эту картину, это моя молитва, может быть, она и у вас есть. Я всегда стою на колени и говорю, Господи, как я благодарен Тебе, как я благодарен Тебе, Господь, когда Ты не воздаешь мне по моим делам и по моим заслугам. Насколько сегодня, или каким был бы я человек, если бы Ты, Господь, вот просто за все мои дела, за все мои заслуги, Ты бы просто воздал бы мне. Но я благодарю Тебя, Господь, что настолько милость Твоя, настолько любовь Твоя, это сострадание, которое у Тебя есть к человеку. И Ты терпишь нас, и Ты любишь нас. И вот это лен курящий, трости надломленное, вы знаете, он не гасит, он старается, чтобы она не погасла. Это надломленное, он старается, чтобы оно не сломалось совсем, полностью, друзья. Я не знаю, это каким нужно быть сердцем, какое сердце, чтобы вот так вот относиться к человеку. Это только любящее сердце. И вы знаете, я опять хочу возвратиться. Это сеяние в дух человеческий при содействии Духа Святого, человека, который рожден. Его сердце, оно будет сострадательным. Оно не будет тем сердцем, которое будет смотреть и осуждать в глазах своих. Может быть, видом ты не покажешь, может быть, ты ничего не скажешь, но в сердце своем можно легко осудить человека. Так тебе и надо. Следующее доброе дело, друзья, где мы просто сеем, это пост. Для нас это не новое слово. Не новое слово, друзья, но это очень важные моменты, когда мы, друзья, порабощаем плоть свою, когда мы смиряем ее перед Господом, не даем ей ни воды, не даем ей ни хлеба, ничего мы ей не даем, а пребываем в смирении перед Господом. Это такое доброе дело, когда человек, он берет пост, молится перед Господом и открывает ему свою нужду. И Господь, видя эту тайну, может быть, может быть, видя эту тайну, Господь воздает тебе явно. Дальше, друзья, очень хорошее дело, очень хорошее дело, последняя проповедь, которая была сегодня, были высказаны такие слова, представить себя пред Господом. Есть и дела, друзья, которые мы делаем на земле. Есть и дела, которые действительно Бог поможет нам, но начало, оно зависит от нас. Буду ли я это делать или не буду? И мы сегодня слышали, друзья, когда человек, он представляет себя перед Богом, не таким, какой ты есть в теле, не с этим багажом опыта какого-то. Да, действительно, друзья, но когда мы смотрим на Нагорную проповедь, когда мы смотрим блажены плачущие, когда мы смотрим блажены алчущие, блажены те, скорбящие сердцем, друзья, это те люди, которые смиряются перед Господом, это те люди, которые представляют себя вот такими. То есть, друзья, Господь вот такой я пред тобою, немощный, слабый и нищий. И вот именно блажен такой человек. Это дает Богу право войти в твою жизнь, помочь Господу, и Господь таких благословляет, когда человек посвящает себя Господу на служение. Посвящение себе Господу на служение. Следующее очень доброе дело, друзья, когда человек хранит, хранит заповеди Господни. Нет, друзья, он не выкидывает Библию из дому своего, он не выносит ее. Он не в том дело, что он не читает. Мы слышали на этой неделе, друзья, Слово Божье, оно написано на скрижалях сердца. На скрижалях сердца. И если действительно оно там написано, то человек, он как раз и будет пребывать. Он будет пребывать в том, чтобы сохранить эти заповеди Господни. Это доброе дело перед Господом. Не прибавлять, не убавлять, друзья, а хранить, охранить себя. Хранить себя в этих, в исполнении заповедей Господних. И этим самым, друзья, мы говорим Господу, доброе дело, Господь, я тебя люблю. Господь, ты видишь, что я тебя люблю. Петр склонил голову и сказал, Господи, ты все знаешь. Ты все знаешь, Господи, что я тебя люблю. Хотя мой вот этот последний поступок, вопрос отречения, он говорит совершенно противоположное. Но ты знаешь, Господи, глубину моего сердца. Ты знаешь, Господи, что я тебя люблю. Это, друзья, следующее доброе дело, когда мы любим нашего Господа. И, друзья, мы будем приходить к молитве 2 Петра, 1 глава, 5-7 стих. И там идет такое направление, чтобы в вере нашей, в вере нашей, я не буду читать, друзья. Я просто напомню, просто напомню 2 Петра, 1 глава, 5-7 стих. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И любовь. Это такое богатство, благословенные, друзья, это все то, что здесь у нас на земле. Мы сеем, мы сеем, друзья, это то, что пребывает в духе человеческом. Это то, друзья, тот заряд, который мы получаем с вами. И иногда мы, знаете, иногда удивляемся, а как это у меня так получилось? Ну как это у меня так получилось, что вырвалось это слово? Ну как я мог совершить этот грех? Ведь я его столько времени, допустим, я знаю, друзья, что говорю, потому что я сам это испытывал. Кажется иногда, кажется иногда, ты свободен. А бывает такая хитрость, что этот грех, он утаится, ляжет на дно и лежит. Месяц, два, три, четыре, годик лежит спокойно. А потом раз, при хорошей обстановке, при хорошей почве, а этот грех раз и всплыл. А грех этот раз и вышел. Поэтому, друзья, помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь, быть сильными людьми, чтобы нам не сеять в нашу плоть. И чтобы мы потом не охали и не ахали. А как это произошло? Когда оно сеется в дух, то оно, друзья, и выходить будет не плотское, а направление, действия, мысли, взгляды, они будут духовные. Это сеянье в дух и конец, жизнь вечная. А вся эта наружная красота, сеянье в нашу плоть, она здесь, на этой земле. Ты и похвалу себе здесь приобретешь, на небе тебе там нечего будет. Ты и красоту себе здесь приобретешь, и тебе скажут хорошие слова. А вы знаете, не это тело предстанет пред Богом, а дух человеческий, он предстанет пред Богом во всей своей, этой внутренней. Никто этой красоты не видит, а Господь ее видит. Господь ее видит, друзья. Поэтому помоги нам, Господь, не быть красивыми. Я не говорю, чтобы мы сегодня были неряшливыми, ни в корнем случае, друзья. Но сегодня направление, чтобы мы были красивыми в Господе, духовными людьми. Вот в таких людях нуждается Господь. Встанем, друзья, и помолимся нашему Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok